Сказки Чехляндии. Глава 8. Сказочники. Жители Чехляндии были очень творческими малышами и любили устраивать тематические дни. Сегодня у Чишек по плану был день прочтения сказок. Вот и настал мой звездный час. Перелистывая книгу за книгой, говорила сама себе Джессика. Девчишка насочиняла такого, что мама не горюй. Прочитав очень много литературы накануне, у малышки в голове все перемешалось и получился вот такой вот шедевр. Жила-была однажды маленькая девочка и звали ее Желтая Шапочка. Не Желтая, а Красная, сказал мальчиш Оскар, который знал все сказки наизусть. Ах, да, Красная Шапочка. Мама позвала ее однажды и говорит, послушай, Зеленая Шапочка. Да нет же, Красная, взмутилась Белла, которая тоже слушала сказку Джесси. Да-да, Красная. Пойди к дедушке Диамире и отнеси ей картофельную шелуху. Нет, мама сказала, сходи к бабушке и отнеси ей пшеничную лепешку, съернчил Оскар. Ну, пусть будет так. Девочка пошла в лес и встретила жирафа. Опять ты все перепутала. Она встретила волка, а не жирафа. Белла сделала огромные глаза от удивления. И волк спросил у нее, сколько будет 6,8? Ничего подобного. Волк спросил у нее, куда ты идешь? У Оскара уже начал дергаться глаз. Да-да, ты прав. А черная шапочка ответила. Это была красная, красная, красная шапочка. Прыгая на месте от злости, кричала Беллочка. Ну ладно, ладно, красная. Она ответила. Я иду на базар покупать томатный соус. Как ни в чем не бывало, продолжала Джессика. Ничего подобного. Я иду к бабушке, но я заблудилась. Оскар закрыл лицо лапками и уже отчаялся. Правильно. А лошадь ей говорит. Какая лошадь? Это был волк. Белла, глядя на Оскара, тоже спрятала мордашку. Ну конечно же волк. Он ей говорит. Садись на 75-й трамвай, доезжай до соборной площади, сверни направо, там увидишь ступеньки вниз, а рядом на земле найдешь монету. На ступеньки ты не обращай внимания, а монету подбери и купи себе мороженого. Захихикала сама с собой Джессика. Джесс, ты совсем не умеешь рассказывать сказки, а мороженое за такой рассказ ты нам всем купишь.